Ну давайте еще раз скажу. Насколько моя судьба может быть сложной или легкой, как вот ее определить может быть? Боится судьбы своей. Значит, смотрите. Мы создаем свою судьбу сами. Вот родители нам даются на одну жизнь. Мы попадаем в ту семью, которая подходит по нашей судьбе. У матери своя судьба, у моей своя. Когда я страдаю в семье, это мне по судьбе. А если мама молится за меня и что-то делает, и я изменяю свою жизнь по ее воле такой, это называется милость. Ну то есть, если мама просто живет обычной жизнью, то это мне по судьбе. Вот как мне положено было, так я и получил. А если мама помолилась, сильно постаралась, и мне получше чуть-чуть стало, то это милость. Это Бог дает такую милость через маму. И мама тоже, ее выбор тоже такой. То есть, родители или дают нам нашу судьбу, или могут сделать чуть получше. Но чтобы родители нам сделали хуже судьбу, такого не бывает, мои хорошие. Не бывает. Вот родители не могут нам сделать хуже судьбу. Потому что все идет по плану. Вот я родился. Вот, значит, по судьбе. Значит, вы постоянно вмешивались до этого. Я могу даже сказать, я вижу это, как вы вмешивались. Вот уже даже в прошлой жизни вы это делали. В мужском теле все вмешивались везде постоянно. Даже сейчас вмешивайтесь. Даже сейчас вмешивайтесь, я с ней говорю, вы вмешивайтесь. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо. Я немножечко вас повоспитываю. Тю-тють. Давайте назад, с кем мы говорим. Я уже что-то потерял. Моя хорошая, все будет нормально. Нужна молитва. Страдания неизбежны в жизни, трудности неизбежны. Ни у кого. Не надо бояться жизни. Надо идти по жизни смело, верить. То есть, есть сила, побеждающая судьбу. Надо в это верить. Спасибо. У вас не было вопроса, просто чтобы я вам что-то сказал, да? Хорошее. И вы за это плакали, да? Не раскрыла, как бы, до конца. Раскройте. У меня неожиданно, очень рано, он ушел из жизни папа. Муж не уйдет из жизни рано, неожиданно. Все, спасибо. Не волнуйтесь, все у вас будет хорошо. Она в стрессе, она не ожидала, что так может быть. Вы отработали эту карму, все, больше не будет такого, ничего. Нет. Ну, кое-что я вам хочу сказать по этому поводу. Вам надо заниматься зарядками, особенно на ноги, разные упражнения, растяжки делать. Вот. И когда будете вынашивать ребенка, не надо работать в это время, не вести, надо здоровый образ жизни. Следить за тонусом матки. Если тонус будет повышаться, то или ложиться в больницу, или лечиться как-то хорошо. Не запускать это дело. Когда в животе немножко напряжено, значит, не надо дальше, как бы. Единственная опасность в вашей жизни, может быть, это повышенный тонус матки во время вынашивания. Все больше я не вижу никаких таких проблем особых. Ну, это просто не то, что, как бы, обязательно должно что-то плохое произойти, просто есть опасность. Но если вы вот решите, что Олег Геннадьевич мне сказал, что у меня там будет, вот это уже тогда означает, что вы помогаете себе сделать хуже. А там девушка, я обещал, какая-то наверху, ага. Дайте ей микрофончик, посходите туда, наверх, чтобы она поговорила. Спасибо большое. А, вы? У меня такой вопрос. Вот вы говорили, что женщина должна быть расслабленная, чтобы быть красивой, чтобы быть женой. Вы красивая, это правда? Я просто хотела сказать, каким образом это делать, когда судьба поставила в такие условия, что надо вот содержать семью, надо зарабатывать, чтобы кормить ребенка. Кроме того, у меня ребенок на семейном обучении, то есть мне надо еще ее учить и как бы духовно. А вы любовью просто любите всех, не думайте, расслаблены вы или нет. Когда рождается у женщины ребенок, она не может быть расслаблена уже. Она все равно будет напряжена, потому что она свои силы ребенку отдает. Ну, то есть шансов быть вот красивой и привлекательной и прочей нет, то есть если в вечном напряжении. Правильно я поняла? Ну, то есть вы бросили мужа? Мы расстались, я-то там непонятно, кто кого бросил. Мы расстались. Когда мы расстались, значит я бросил, а когда он меня бросил, тогда значит бросил. Ну, он ушел из дома, а через два года я поняла, что ему как бы надо уж на развод подавать. А что он ушел-то зачем? Плохо ему, видать, было. Задолбали его? Нет, я сильно старалась. Я слушала тогда ваши лекции и старалась очень сильно. Да? Да. Я за него молилась, и он даже всем своим друзьям сказал именно поэтому бросил пить. Молодец. У вас тяжелая карма семейная. Все у вас будет хорошо, не волнуйтесь. Просто живите честно. Просто сейчас вы вот волнуетесь, что вы не можете найти себя человек, поэтому вы меня спрашиваете. Но вы сейчас не сможете выйти замуж. Вам год еще придется быть одной. Потому что сейчас у вас такой грил тяжелый, что это невозможно просто выйти замуж сейчас. Понимаете? Да. Но через год все будет хорошо. Бог все видит. Он видит, что вы как бы не можете расслабиться. У вас такая жизнь. Ну, найдет вам человека. Главное честно же. Правильно? Конечно. Спасибо. Молитесь, заботитесь о ребенке. Все делайте как надо. Всех любите вокруг. И не бойтесь своей судьбы. Вы вопрос мне задали, потому что вы обескуражены своей судьбой. Она вас прижала. Женщине и одиночеству очень трудно терпеть. Она прижала вас, и вы испугались. Думаете, что всегда так будет? Так всегда не будет. Вот это длится период плохой, два года. И он через год закончится. Все. А до этого у вас просто вы как бы не справились с ситуацией. Все, мои хорошие. Давайте потом еще после лекции чуть поговорим. Я не смогу все ваши вопросы ответить. Мои хорошие. Не смогу на все ваши вопросы ответить. Вас много, я один. Нам еще надо лекцию. Еще надо, ну, как бы в целом знание люди должны получить. Систематическое. Я точно так же, как вы, страдал, может, даже сильнее, чем многие из вас в детстве. У меня была очень тяжелая жизнь. Много несправедливости я видел в отношениях между родителями. Сильно страдал. Я поставил целью в своей жизни понять, как правильно жить, чтобы люди не страдали так. Мне как бы очень сильно это запало в сердце. Постепенно я развивался, работал над собой. И потом еще уже дальше жизнь давала испытания. Но чем дальше я приближался к Богу и к людям, которые живут правильной жизнью, тем легче было переносить испытания. Самая главная проблема в жизни человека – это та среда, в которой он живет. И среда меняется медленно в зависимости от подсабленной цели. В целом люди живут в страсти и в невежестве. То есть смесь среды – страсти и невежество. Редко кто живет чисто в невежестве. Это означает пьянство, разбой, драки. Мат. Такая жестокая среда очень. В основном люди из такой среды, они вообще не знают, что есть Бог. Не думают, что они живут один раз. У них очень низкое сознание. Это очень редко так бывает, что люди так живут. Обычно они жизнь заканчивают или на игле, или в тюрьме. Раньше времени они заканчивают жизнь обычно. Не доживают до своих лет по старости. Большинство людей живут в смеси. То есть чуть-чуть невежества, чуть-чуть страсти. То есть невежество означает, немножко выпиваем, немножко гуляем. Не совсем понимаем, зачем мы живем, цель жизни не сильно понимаем. И когда наступает тяжелый период, тогда человек трезвеет, ему становится плохо, его бросают, или он кого-то бросает. Если он бросает, он попадает в этот, сначала, круговорот наслаждений. Человек с ума сходит от желания наслаждаться. Он гуляет, наслаждается, думает, что у него все нормально будет в жизни. А потом еще хуже становится. Вот этот пьяный угар, он не помогает, гулеш не помогает вырваться из страданий. Это просто такое временное облегчение. Человек себя делает, разрушая все вокруг. Потом становится еще хуже жизнь, чем была. Большинство людей верит в то, что они видят вокруг. Они видят, что показывают по телевизору, там, в газетах. Мы видим перед собой людей состоятельных, которые красиво одевают. И в красивых машинах они улыбаются такие, довольные. У них такая роскошная жизнь. И люди думают, что вот это и есть счастье. И они и говорят, смотрите, я счастливый. Они говорят. Но в чем заключается счастье? В том, что у тебя любовницы, и с женой у тебя нет нормальных отношений. Просто вот этот занавес, вот этот вот занавес, вот этой среды роскоши и величия, которые, как бы, часто демонстрируют те, за кем идут все остальные люди. Передо мной много раз открывался, потому что я читаю лекции. Часто мне приходится общаться со всеми слоями общества. Я вижу, что за занавесом, у меня был такой случай, я его консультировал серьезно, несколько таких очень влиятельных и даже популярных людей, которых знает вся страна. Жизнь, в которой они живут, я бы никогда не захотел так жить. И вам бы не советовал. Столько злобы, ненависти, когда много денег, столько обмана, лицемерия, столько жестокости. Человек распускается, деньги, они рушат человека, сознание, не может себя контролировать под их влиянием. И люди все, как угорелые, стремятся к этой цели. То есть они все хотят хотя бы чуть-чуть жить покомфортнее, поуютнее, не понимая, что даже эта цель, она легко достижима, гораздо легче, чем мы можем себе представить, если бы мы по-другому поставили перед собой цель общей жизни в целом. Вот веды, например, объясняют. Если человек развивает себя как личность, ну, допустим, возьмем примитивно, вот для вед, вот для вообще священных писаний, вот это быть успешным, влиятельным и богатым, это примитивная цель, потому что она выбирает всего на одну жизнь. Вот ты здесь пожил в этой жизни так, а потом что с тобой будет, неизвестно. Но даже если ты хочешь в этой жизни хорошо пожить, то эта цель все равно по-другому достигается, не так, как люди ее достигают. Вот, например, веды говорят, что если ты хочешь быть влиятельным, то есть другой способ. Например, начни очень сильно уважать свою страну. Начни очень сильно уважать старших, правительства, директора своего завода, даже если у них тысяча недостатков. Просто ищи самое лучшее и уважай. Когда человек уважает старших, то он попадает под покровительство старших, перенимает от них их силу, их влияние, и становится сам старшим в результате. Вот как меньше, по-моему, уважал Петра Первого, он стал старшим для всех в результате. И это самый быстрый путь, это путь, вот люди обычно вот так развиваются. Они постепенно работая, повышают свои возможности. Но когда человек начинает уважать старших, он идет прямо вверх. Он не вот так вот идет, ему не надо упахаться, чтобы его заметили. Он просто заметным сразу становится, потому что те люди, которые создают команду управления, еще управляющие, они создают себе команду верных людей. Они видят насквозь всех, старшие люди, которые управляют людьми, они видят всех насквозь. И видят, вот этот человек верный. И они все равно ему дадут получше положение, потому что верные люди наперечет в этом мире вообще всегда и везде. Если ты начинаешь просто уважать старших, это опять же, как можно сделать? Если ты понимаешь волю Бога. Если, допустим, Бог поставил этого человека, допустим, старшим, значит, это его воля. А почему ты считаешь, что другого кого-то надо ставить? Ты не знаешь просто, что так положено в этом мире. Кто нам положен, тот и будет здесь управлять. Бог сам решает. Если мы не заслужим кого-то лучше, значит, не положено. Так же, как и в семье тоже. Я решаю, кто должен быть моим мужем или женой постоянно. Этот не то, этот не то. Я оставлюсь один. Так и люди тоже. У меня есть один знакомый, он там ругался, ругался на всех здесь в этой стране. Переехал в другую страну. Я приехал туда. Он и там начал уже ругаться. Я говорю, ты что ругаешься? Тебе же здесь плохо было? Здесь полюби, значит, здесь хотя бы. Здесь тоже все плохо. Тебе ведь, значит, нигде не будет хорошо. Потому что ты не принимаешь эту судьбу, эту жизнь, этот мир. Ты не принимаешь просто. Но это примитивная цель, понимаете? Даже если вот ты хочешь просто выйти из бедности и жить нормально, вот как тебе кажется, жизнью, чтобы были следствия. Это примитивная цель. И она легко достижима человеку, который ставит себе более высокую цель. Веды говорят, если человек берет воду из моря, берет на берегу моря, живет, ну или большого озера, да, допустим, то ему не нужны колодцы. Потому что в колодцах воды все равно меньше, чем в озере, понимаете? Когда человек стремится к высшей цели жизни, все маленькие цели достигаются автоматически. Потому что любое развитие человека основывается на его, на двух вещах, благочестие и характер. Вот две вещи эти являются основой для нормальной жизни. Некоторые люди говорят, специальность важна, эта основа. Да бросьте вы, какая специальность? Я никогда не читал лекцию, у меня не было такой специальности. Я развивал в себе благочестие, делал добрые дела и характер развивал, все. Я никогда не развивал в себе лекторские способности. Мне говорят, что у вас за стиль чтения лекции? Да никакого стиля. Тайсон, он тоже, он дрался во дворах. У вас что за стиль бокса? Говорят, никакого стиля, просто. Научился драться и все. Вот и весь стиль. Благочестие, это когда вот человек рождается, у него, допустим, хорошая память. Или врожденная способность всех уважать. Он всех уважает. Или у него способность распознавать людей, он видит людей, кто есть кто. И он может тогда свой бизнес сделать хорошо. То есть он не ошибается в помощниках, с кем заключать сделку. В результате у него начинают приходить деньги. Это называется благочестие. Это все на основе добрых дел делается у человека в жизни. Добрые дела создают такие возможности. Вот человек делает добрые дела, у него копится благочестие. Это есть то, что не тратится. Мне так говорится, что ты можешь копить деньги. Деньги это результат твоего благочестия. Вот сколько у тебя будет благочестия, столько будет денег. Некоторые люди думают, что можно больше. Можно больше. Если человек сильно потянет, опять же своим благочестием, насильно возьмет больше денег в своей жизни, с помощью каких-то махинаций финансовых, так, а притянул деньги себе. Вот эти деньги, вот это то, что он лишнего притянул, становится причиной его страдания. А вот то, что ему положено по судьбе, становится причиной его счастья. То есть, легальный способ получить, допустим, богатство, это благочестие. Добрые дела. У человека может быть, допустим, красивая внешность, это результат благочестия. Сила физическая, допустим, огромные там способности. Так, есть боксеры, они просто вот такие сложены уже, как богатыри. С ними ничего не сделаешь, никто не может их победить. Это природные способности идут с прошлой жизни уже. Назвается благочесть. Сила человеку дается за любовь к труду. Когда человек очень любит труд, трудится физически, ему Бог дает силу за это. Память Бог дает за то, что человек любит знания, он любит изучать. И Бог дает им возможность запоминать в результате, в следующей жизни. Если человек любит людей, как бы дает им знания, то Бог дает красивую речь, изящную и так далее. Если человек любит искусство, Бог ему дает хороший голос или способности рисовать. Это идет от любви к рисованию, к самому. Или человек любит музыку, Бог ему дает способности играть красиво. Это идет с прошлой жизни уже. Невозможно так научиться, как люди говорят, талант не разовьешь. Талант действительно, талант это благочестие. Но человек может увеличивать благочестие в этой жизни. И у него развивается, он как личность развивается. Получая, развивая добрые дела, человек меняет свой социальный статус жизни. Вот наше положение в обществе зависит от того, насколько развиты мы как личности. Вот когда личность развита, его сразу замечают те, кто развит больше. Чем больше человек развит, тем выше статус у него в обществе. Некоторые люди сами отказываются от статуса, им не надо. Они понимают, что вокруг них добрые люди, то есть им не нужна власть, им не нужны деньги. Потому что они и так хорошо живут, у них есть люди добрые, хорошие. Обычно это священники, то есть люди, которые отреклись от мирского и просто испытывают самое высшее счастье. Счастье отношений с Богом и с верующими людьми. Верующие люди это те, у кого есть совесть. Они вот в этот слой входят, людей, им больше ничего не надо, они и так счастливы, им не нужна власть, там деньги и так далее. Но нельзя сказать, что ни власть, ни деньги не нужны. Бывает так, что человек по природе руководитель, его природа такая. Ему нужны и власть, и деньги. Потому что это его жизнь, ему нужно так жить, нужно руководить, это его природа. То есть человек по природе может иметь, допустим, такую природу. Есть бизнесмен по природе, люди, которые должны торговать. Ему тоже нужно благочестие. Допустим, бизнесмену нужно уметь дружить с людьми, любить людей в целом, уметь дружить. Ему нужно видеть, кто его обманывает. Нужно чувствовать неудачу, где нельзя заключать сделку. Руководителю нужно видеть верных людей, учиться. Уметь уважать старших, чтобы подчиняться властям и получать поддержку, защиту от власти получать. Потому что власть или разрушает, или защищает. У нее только две функции. Она нейтрально не может относиться к человеку. Поэтому, если ты любишь старших, уважаешь, власть тебя защищает. Власть не любишь, разрушает. Так работает вся система, в которой мы живем. Власть дается Богом везде, в каждой стране. Это ставленники Бога. В каждой стране, в любой власть ставленники Бога. Иногда власть не очень хорошая. Тоже Бог так делает, чтобы наказать людей, которые там живут. Иногда власть лучше, тоже Бог так сделает. Всегда кажется, что моя власть хуже, чем чужая. Потому что на чужом огороде лучше яблоки растут, да, чем мои. Как у меня, он сосед, у него прекрасный огород. Но на моем огороде есть одно дерево, оно дает красивые такие большие груши. И он ходит кругами постоянно, ну гости груши. У него там столько всего растет. Но груш нет таких. Он постоянно смотрит на мой огород. Всегда там кажется что-то лучше. В другом месте. Потому что свои проблемы ближе, страдания больше ближе своей. Большинство людей не понимают, как развиваться. Они не знают важность и ценность общения. Они не понимают, что неправильное общение является проклятием для человека. Люди думают, я проклятый или не проклятый. Если ты смотришь кабельное телевидение, знаешь, проклятый. Кабельный, да, я зашибаюсь все время. Если ты оскверняешься влиянием этой следы, в которой ты живешь, значит ты лишаешься силы. Вот женщины замечают, что, допустим, женщина должна общаться с подружками, чтобы женская энергия у ней пополнялась. Нужно, чтобы они вдохновляли любовью. Женщине нужна энергия любви. Надо оснастить все, пусть все, пусть все. То есть, вот они наполняются женщиной от женщин. Потому что женщина тратит свои силы на мужа, на детей, а пополняется она от Бога и от женщин. Женщины, когда общаются вместе, они наполняют силой. И от природы еще она наполняется. Вот. Точно так же человек в целом, он наполняется или расходуется чем-то. Но если женщина общается с подружкой, подружка начинает сплетничать, она теряет силы в секунду. На следующий день... Я говорю о каких силах? О силах, которые дают счастье человеку. Вот, допустим, женщина пообщалась с подружкой, которая сплетничает. На следующий день она рано утром встать уже не может. У нее нет сил. И даже в этот день она что-то хорошее, доброе запланировала, она уже не может это делать, потому что силы кончились. На сплетни. Сплетни все разрушают силы, забирают силу у человека. Ну, то есть, как бы, надо бояться этих вещей. Нужно внимательно следить за своим общением. С кем ты общаешься, как. Часто бывает, человек слушает лекции кого-то. И это может быть неблагоприятным общением. А может быть благоприятным. Неизвестно. Человеку очень трудно понять. Если бы у нас был выбор, если бы мы много имели возможностей слушать лекции духовные разные, то тогда бы было все видно и понятно. Если выбора нет, тогда очень сложно разобраться, кто есть кто. Но так или иначе, нужно понять, что надо в этом разбираться. Потому что, когда человек искренне кого-то слушает, он таким становится. Вот кого слушаешь, таким становишься всегда. Вот если, допустим, вы слушаете лекции, человек говорит, я как бы веды изучаю. А сам речь жаргонная такая, на понтах, там какие-то шутки пошлые. Не слушать таких людей. Не слушать таких людей. Это опасно. Не уходите. Не уходите из своей веры. Никогда не отказывайтесь от отношений со старшими в своей вере. Иногда старшие бывают строгими. Иногда у них бывают ошибки. Например, старшие могут ругать другие веры. Это нормально, потому что они хотят вас оставить своей. Не нужно как бы это сильно на это злиться. Нужно всегда прощать старшим их недостатки. Если это искренние люди, которые идут к Богу. У каждого человека есть недостатки. Всегда надо прощать недостатки. И лучше получать наставление у тех, у кого больше хорошего, меньше недостатков. Но уважать всех, кто идет к Богу. Не надо критиковать. Но самое главное, поймите, что у нас есть друзья, есть знакомые, родственники, которые предлагают нам выпить, поговорить о чем-то пошлом и так далее. И мы думаем, ну это же родственники, как бы я не могу отказаться от этих отношений. И это неправильное мышление. Человек не обязан выпивать с родственниками. Это не то, что Бог любит. Вы знаете, в этом мире есть правила и законы. И эти законы и правила, все, вот если вы проанализируете, они все одинаковые. Есть одно только основное правило. То, что Бог любит, это хорошо. А то, что Бог не любит, это грех. Вот когда человек выпивает хоть с кем, это грех. Бог этого не любит. Или человек критикует там кого-то, постоянно пена изо рта идет. Это грех. Не важно, кто это говорит. Понимаете? То есть, есть вещи, которые Бог любит, а есть вещи, которые Бог не любит. И мы должны делать то, что Бог любит, а то, что не любит, не надо делать. Хоть это родственники, хоть друзья. Нужно принимать решения. Я, допустим, друг мой не хочет общаться на добрые темы. Тогда не надо с ним общаться. Потому что все действует через память. О чем я помню, то в меня и входит. Допустим, я начал критиковать с кем-то кого-то. В меня вошли злые силы. Это неосознанно происходит. Или я начал, допустим, хорошо о ком-то говорить. В меня добрые силы вошли. А если я как бы о святыне постоянно разговариваю, о святых вещах, то тогда вообще эта благодать Божья входит в меня. Понимаете? И жизнь меняется в результате полностью такого человека, который говорит о возвышенных вещах, о каких-то. Поэтому самое главное в жизни человека — это его общение. Нужно наладить общение с природой. Нужно учиться видеть ее чистоту, красоту. Потому что от этого зависит здоровье. Нужно наладить правильное общение с людьми. Не смотрите всякие сплетни, новости. Вот эти вот сейчас новостями поддерживаются настроение страха у людей в сознании. Страх всегда разрушает. Там плохо, здесь плохо, это все плохо. Почему бы не писать новости там? Там в Никарагуа спасли девочку, там еще где-то там накормили кого-то, там сделали какой-то подвиг, совершили. Почему об этом никто не пишет? Пишут все о том, что плохо. Потому что это люди на страх больше реагируют. Это бизнес. Чем больше мы пишем о страхе, тем больше зарабатываем денег. Потому что все реагируют на страх, все в страхе живут. Это деятельность ложного эго. Но когда мы делаем добрые дела, то есть мы делаем людям то, что пишем, что приносит им счастье. Вот я помню в Советском Союзе, я одну только передачу запомнил, только одну из всех передач в Советском Союзе. Передача называется «От всей души». Слышали такую передачу? Там просто ведущая прославляла людей. Вот она рассказывала про жизнь человека, всю передачу, как он жил, какой подвиг он в жизни совершил. И все рады, все хлопали. Всем нравилось, как человек прожил свою жизнь. Понимаете? Такая передача классная. Но почему бы сейчас не сделать такую передачу? Что им мешает сделать такую передачу? Вы понимаете, делают так, что сажают родственников, они начинают орать друг на друга, начинают разрушать отношения. После этих передач люди разводятся, лишаются судеб. Эти ведущие, которые так делают, они проклятие получают. Потом у них там кого убили, кого повесили, кто зарезался, у кого семья там разрушилась. Это результат вот таких передач, понимаете? Что показывает, что такая жизнь у тебя становится. И люди живут в ужасном невежестве, не понимая, что это все разрушает их жизнь. Человеку ничто не мешает начать искать правильное общение, потому что правильное общение редко в этом мире. Это не просто найти хороших друзей, не просто найти хорошее общение. А когда человек не нашел хорошее общение, ему рассчитывать на хорошего супруга бессмысленно. Потому что где общаешься, того и получаешь. Если с уголовниками общаешься, ты себе монаха там праведника не найдешь. Значит, за уголовника выйдешь. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо, видишь это все в последний раз. С кем общалась, такое получило. Поэтому, мои хорошие, я эту лекцию посвятил самой глубокой и тайной теме. Это тема среды, в которой человек живет. Когда растения выращивают, самое главное правильно подобрать почву и правильно подобрать воду и свет, количество света и растения дальше. Растет хорошо. Любое. Даже если семечко было слабое, у нее нет сил, но правильно почва, вода и свет. И все растет. Хорошо растет.